Ну, я должен, наверное, сказать, что Александр Сергеевич Мельников – это крупнейший специалист в области теоретической сверхпроводимости и во многих других, и наш ведущий научный сотрудник Центра имени Африкосова. Сегодня он нам скажет что-то про динамику сверхпроводящих конденсатов с зависящим от времени теорию Гинсбурга-Ландау с комплексным временем релаксации. Да, немножко сложное название. Спасибо, Алексей, большое за представление. Хорошо мне слышно, что в зуме нормально. Да, только не полноэкранный режим в зуме. Не полноэкранный режим. Что-то вот, Иван Бутин. По-моему, надо сначала открыть полный экран, а потом, так сказать, расширить его. То есть сейчас надо шеринг установить, наверное. Так, остановить совместное использование. Теперь давайте мы попробуем взяли полный экран. Раз, пять. Ага, теперь чтобы вернуться. Сейчас как? Полный экран, товарищи. Да, все хорошо. Все хорошо. Спасибо большое, Иван. Спасибо вам огромное. Вот. Ну, немножко длинное название, да, так сказать. Но когда я подбирал тему вот этого сообщения на семинаре, я, значит, подумал, что вот здесь есть целый ряд людей, которые интересуются и используют уравнение Господаевского для описания всяких полиэтонных конденсаций и так далее. И мне показалось, что, может быть, будет интересно поделиться тем, что, вот я знаю, в отношении сходного во многом уравнения временного районного гидма Главного в сверхплодниках, да, так сказать, и вот как вот там все это устроено, сверхплодинности, да. Вот. И, исходя из этого, я, собственно, выбрал вот эту вот тему. А сейчас. Вот так. Ага. Ну, а это вот такой первый, так сказать, стандартный слайд, который, так сказать, призвал напомнить вам о том, что теория Гитлбурга-Ландау – это, наверное, ну, одна из самых успешных, по-моему, теоретических моделей, которые позволило бы яснить совершенно массу, безумное количество экспериментальных факторов, да, и теория Гитлбурга-Ландау – это такая замечательная реализация квантовой механики на макромасштабах, которые мы все, в общем, постоянно используем, да, так сказать. Вот. А, ну, это речь идет пока сейчас о статическом теории Гитлбурга-Ландау, да, то есть речь идет о том, что, значит, в сверхплоднике есть параметр порядка, который мы, ну, давайте условно его называть волновой функцией Куперской пары, да, это комплексная функция Пси, и мы можем записать свободную энергию сверхплодника в виде некоторого фактического заложения в ряд теории, если хотите, да, так сказать, по этой Пси, да, так сказать, и, соответственно, мы должны подобрать правильные варианты в этой свободной энергии, да, так сказать, и подобрать правильным образом температурную зависимость коэффициентов, так, чтобы иметь критическую температуру сверхплодничного перехода. Это, как мы знаем, достигается тем, что вот этот коэффициент, вот А, при квадратичной теле, он меняет знак, который приходит через критическую температуру, да, в результате вы получаете в ней критическую температуру, в то, чье сверхплодничное ставит. Ну, и, конечно, во-первых, является дезинфициент, вот, а вот фактически замечательным госпитанием работы Гитлбурга-Ландау, ну, фактически введение вот этого, правильное введение вот этого критического шляпа. Потому что исходно сами представления о возможности применить к сверхплодимости теории Ландау, основное на разложение по плотности сверхплодящих носителей, да, они были и до того, да, так сказать. А вот идея о том, что можно написать калибровочную вариантную теорию, в которой включает вот таким образом верхний потенциал, как угленение, импульс или пренциология, да, если хотите, да, это вот то, что позволило очень существенно продвинуться в этой задачи. Там есть много, было много настоящих интригующих моментов, сейчас он субститывает бульпий, да, есть заряд, да, при этом потенциологии, а сейчас не буду на этом остановиться. Сколько вначале не было, да? А у них была следующая ситуация. Значит, так сказать, а Дезбург, как рассказывал, фактически настраивал на том, что говорится, что там неизвестно, что в тайне, да, так сказать. Значит, а Ландау сопротивлялся очень сильно тому, чтобы писать что-то иное там, чем генер. И поэтому результатом стала некая палеотинная такая формулировка, что не на основании считать, что заряд, который там фигурирует, отличен от заряда электрона. На самом деле мы знаем теперь, что основания есть, но очень серьезные, да? Но потом, кстати, есть довольно любопытное рассуждение, более позднее. Возможно, оно, я не уверен, может быть, к Кулаевскому, да? Речь на чем уйдет, что вообще в общей ситуации что здесь может стоять? Может быть, это и дробная величина основания электрона. Рассуждение заключается в том, что если оно дробное, то, может быть, оно зависит от координат. А если надо электрона, то это плохо, потому что это разрушение калибровочной вариантности, да? И поэтому должно быть, как минимум, целое, да, так сказать. Вот всякие такие вот тут есть нюансы, да, любопытные. Ну, они, может быть, сейчас мы не будем более подробно обсуждать, да, так сказать. Вот так и вот сейчас. Вот, значит, давайте дальше продумаемся. А, значит, ну, это собственное уравнение, которое получается, деятельная вариация этого функционала, это равенную ее кнопку, да, так сказать. Значит, вопрос, который я собираюсь сегодня разобрать, а относится к следующему. Можем ли мы написать нестационарные вообще ли это теории, но с очевидной целью описывать какие-то нестационарные, неравновесные процессы в плотниках. Понятно, что задачи вот с динамикой, они очевидно нужны в современном сверху-одинстве, ну, и не только в сверху-одинстве, да. Для описания любых транспортных явлений, так сказать, взаимодействия с магнитными волнами, да, так сказать, мне нужна нестационарная теория, да, так сказать, вот. Но и вообще, уж если так вспоминать всякие банки, и скоро, значит, Гюнбург, он часто повторял на своих семинарах, что вот ведь я хотел бы писать нестационарные уравнения Гюнбург-Ландару, да, так сказать. И его желание было написать его по типу уравнения Шейдингера, да. Вот это тот вариант, который написан вот первой строчкой здесь, да. Таким образом, что там стоит ИГР в ДТ. То есть, как бы, если не говорить вот это нелинейное учреждение, все остальное напоминает уравнение Шейдингера. Вот это так сделано. Ему очень хотелось. Но, так сказать, он понимал, что реальная экспериментальная ситуация, когда ты начинаешь играть с этим уравнением, она не совсем такая, не совсем не такая, да, так сказать. И поэтому я перевоскодомлел, да. Но, значит, несколько позднее, я сейчас поясню более подробно, вот эту небольшую историческую часть. То есть, Гейбон предложил вариант уравнения нестационарного революционного типа. На самом деле, вот эта идея написать уравнение революционного типа, это общее место в теории фазы 3-го 2-го рода. Если мы открываем условно-криот пятый тонк и, так сказать, смотрим, так сказать, не обязательно параметр порядка с типом си, да, то уравнение на революционном порядке, оно весьма спорно с тем, что я тут пытался изобразить движением зеленого шарика вблизи минимума потенциала, да. Ну, только оно вязкое, да, так сказать, как в движении. Вот он, вы его отклонили к минимуму, он туда сваливается. И то же самое происходит с параметром порядка. Если вы напишите уравнение в виде временная производная, она пропорциональна вариационной производной свободной энергии по пси-сопряженной. Это фактически есть возвращающая сила, которая вот этот шарик или пси возвращает в положение в нас. Вы хотите спросить? Нет? Это уравнение надо в халатниках. А это вот, значит, да, но в контексте сверху 11, наверное, это МИД. Ну, сейчас вот я... Ну, а верхняя в таком виде, это в чистом виде гросс Питаевский. Да. Ну, Питаевский вложился еще. Сейчас. Ну, правильно, конечно. Вот, значит, давайте вот продолжим. То есть, вот есть два экстрима. Один это уравнение типа Шеллингера. Там есть клебания. Да, так сказать, понятно, что там есть такая волна. Как будто АПСи. И реакционное уравнение. Там есть и отклонение АПСи, оно без всяких приколебаний приходит назад. Да, так сказать. Вот так вот. Значит, давайте подумаем о преимуществах. Вот там не видно. Вот я надеюсь, что вы не видно. А здесь у нас не видно верхушки. Да, так сказать, слайда. Но я его прочитаю. Это, значит, вот, что важно, мы бы давали по мнению, что какие-то они не были. Шеллингерского типа и реакционного, мы должны их сделать приброшенным в реакцию. Да, так сказать. Но и то, и другое уравнение мы, собственно, можно сделать приброшенным в реакцию. И для этой цели мы должны удлинить, как пространство производное вектора, на потенциалом. Это мы уже обсуждали. Так и временную производную некоторым скалярным потенциалом. ПЭТ. Я его здесь обозначил. Вопрос о том, что такое ПЭТ, он немножко тонкий. Потому что это не вполне электрический потенциал. На самом деле это то, что правильно, это то, что называется электрохимический потенциал. Там химпотенциал. Да, туда входит химпотенциал. Это важно. Плюс электростатический потенциал. Да, плюс электростатический. Это существенное обстоятельство. Это существенное обстоятельство. Но в принципе и тот, и другой тип уравнения мы можем сделать таким образом приброшенный вариант. Ну и попытаться с этим жить. Давайте. вот это слагаемое слева, оно частично его можно ввести в А, потому что А мы все равно не знаем. Но вот это с Фи. Да не очень. Я тоже. Нет, 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 не ведешь. Это что-то скаконорс а потенциал просто. А, в А маленькой, да. Конечно. Словно справедливо. Я просто не понял. В А маленькой, конечно. Это фактически, действительно, вы можете его включить постоянно с чем, как вот типа потенциал уравнившения. Можно еще? Конечно. Пожалуйста. Вот эта гамма в левой части, она в точке перехода, она строго замуляется? Нет, 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 нет. Оно вообще, конечно, частительно к температуре, но в рамках тех предположений, в которых мы работаем, в ближайшие температуры практически константа. Ну, мы увидим сейчас это. Подождите немножко. Надо сказать. Вот. Ну, хорошо. Давайте продвинемся. Значит, а теперь вот следующее название, которое нам в зале не видно, это аргументы по поводу уравнения типа следовательства. Чем это хорошо? Ну, вот хорошо то, что мы, например, получаем из этого уравнения моментательную гидродинамику стандартную. Как мы можем это сделать? Мы можем представить Си в виде модули и фазы, РОИ и ХИ, есть тип не ХИ, и подставим сюда после некоторых упражнений, которые я честно тут проделал в этом слайде, получить известное уравнение, которое мы имеем в гидродинамике. Значит, и смотрите, какая штучка. Во-первых, мы имеем уравнение непрерывности. Мы, по-вышим образом, и имеем фактически то, что по существу, если мы перейдем к полной производной свертипучей скорости по времени, это уравнение. На самом деле, да, так сказать. Но вы видите, да, так сказать, здесь вот фактически чатный производный плюс в ЭНАБЛО, да, так сказать, это фактически полная производная по времени, тем самым вы имеете уравнение, да. А в правой части этих уравнений будет по-вышим образом стоять не только электрическое поле, но еще теорет, да, который, в принципе, должен отвечать за пол, и все такое. А откуда делать электрическое поле, вроде раньше его не было? Ну, это делается вот как, смотрите. Значит, сейчас, тихонечку. Вот, когда мы, так сказать, подставляем модуль и фазу и делим действительно минимум часть, мы после этого можем сделать следующий фингтургайр. Вот смотрите, в нижнем уравнении у нас в правой части есть электрический потенциал, давайте поделим все на РО, а здесь стоит кисточка, да, взяв градиент от этого выражения, мы получаем фактически градиент фазы это твердотекущая скорость, а в правой части получаем градиент Ф, который есть кусок электрического поля. Там, правда, должно быть еще меньше единицы на все до АПДТ, но поверьте мне, что там оно появится. Да, так сказать, если все тут аккуратно проделать, появится прямо то электрическое поле, которое должно быть уравнением. А предполагается, что таким потенциалом это просто число, то есть его градиент 0, а градиент ФИ это электрическое поле. Но на самом деле здесь вот так, как здесь устроено, здесь стоит все-таки только мы могли назвать электротемическим полем. Да, так сказать. Это первый раз. Да, конечно. Можно по-разному. Как бы разные конвенции. Я изменяюсь, но это важно, это правильно. Это замечание ваше правило. Абсолютно. Ну и дальше есть такой член, который сейчас я в этом дать еще хочу. Значит, смотрите. Значит, вот что важно. Важно, что вот понимание движения сверхпроводящих электронов в духе движения в поле Е и силы Лоренца оно адекватно в рамках вот такой версии нестационарного Гусбург-Вандала. В рамках уравнения типа Шридингера. А вот в рамках релакционного это, мягко говоря, уже не так. Да, так сказать. Поэтому вот всевозможные измышления, которые за тентуру работы есть, которые открованы просто на взятии такого технологического уравнения с колоским таким членом, на них нужно смотреть с осторожностью. Но мы сейчас про это еще поговорим. Вот. Еще, что я хотел сказать. Еще одно забавное представительство, и весьма полезное, которое следует для уравнения типа Шридингера, это Галейский вариантов. Да, так сказать. Ну, что я на этом слайде проделал? Я сместил там, бюджет, бюджет и тело-корбинат, от M пришел к M минус Vt. Да, так сказать. Постоянно некая скорость двигающаяся. И дальше путем некоторых манипуляций с временной передводной и вторым уравнением я нагнал вот эту скорость поближе к градиенту так, чтобы типа векторового потенциала да, так сказать, она стала. И после этого путем замены волновой функции смотрите какой. Я фактически сдвигаю импульс, как и давно быть при глюриевском преобразовании, да, и плюс я еще сдвигаю энергию на селе Mv2. Он пополам. Я просто взял двое. Да, так сказать. И в результате я восстанавливаю уровень в этих полуфункциях. И это означает, что такая теория глюриевского вряд ли. И это тоже хорошо, да, так сказать, в определенном смысле. Но, как бы, это не все. То, что мы должны хотеть отправить теории, и проблема заключается в том, что все в лоднике, а на самом деле, когда вы начинаете шевелить пти, вот это, да, вы занимаетесь тем, что называется разбухание пар. Да, так сказать. А это, извините меня, потеря энергии. Это диссипация. И поэтому записание, записывание, да, в сверху водящих полуфункциях вот в чипном виде того уравнения, которое мы рассматривали до сих пор, в чипном типа, оно нехорошо, да, так сказать. И, значит, вот, альтернативный вариант заключается в том, чтобы уравнение записать в чиппеле в цифровом так, как сделано этот день, допустим, гамма это действительно не касается. И, вот, насколько мне известно, фактически, ну, там, много кто этим занимался, но один из первых вариантов микроскопического основания это работа Шмида, вот здесь я скрапировал сюда шапку, это делал, вот это, так сказать, и фактически вот, некие микроскопические обоснования того, что так должно быть. Ну, потом, много кто этим занимался. сейчас, Павел, можно спросить, все-таки вот эта формула для гаммы, она как... Это как-то микроскопическая теория. Это микроскопические теории фактически. Это подсвечет... Знаешь, какие здесь такие тонкости? Я собрал, чуть позже, про это сказать, но это не важно, можно изучать. Знаете, в чем сложность вообще временной теории соотношения? Сложность заключается в том, что мы с вами хотим написать уравнение параметра порядка, которое бы представляло степенной ряд по производным по времени. Да, так сказать? А беда заключается в том, что, когда вы начинаете делать такое фактическое разложение бело рабочей сплота, то в сверхплоднике с конечной щелью спектр возбуждения возникает проблема, связанная с особенностью потной состояния на щели. И, строго говоря, в настоящем щелевом сверхплоднике, подлинно щелевом, вот такого разложения не существует. И именно это утверждение в основе многочисленных таких вот степенков, которые вы можете слышать, что временного уровня дисплодного просто нет. Его действительно нет, если вы хотите иметь дело с настоящим щелевым сверхплодником. Однако, люди изощленные, и, так сказать, значит, они, можно рассмотреть следующую ситуацию. Во-первых, вы можете попытаться каким-то образом продавить эту щелевую остальность, размыть ее подущих полу. Это можно сделать, например, с помощью магнитных и вы можете иметь сверхплодник Си не нулевой, но без щелевой, без особенностей. И когда вы можете это вывести? Это фактически глядно по-твоему, так сказать. Вот. Но, кроме того, есть и другие варианты, так сказать, подавления этой щелевой особенности получения некоторых модификаций. Вот это уравнение, да, я сегодня не очень ставил специальную подробность вязать гейтро-теорию, да, вот за исключением вот этого небольшого такого отступления. Но немножко я еще потом попозже прокомментирую, что будет в щелевом случае. Да, так сказать. Там просто уравнение модифицируют. Вот эта формула для гаммы, она для щелевой? Без щелевой. Да, без щелевой. А в этой формуле для гаммы Ефермия это тот же самый мю, или это при нулевой температуре, или это какая-то другая фермия? Смотрите, это, так сказать, да, значит, когда, в некоторых случаях я путался, значит, имеется в виду, что, ну, фактически у нас температура очень низкая, и отличием вот Еферми от мю здесь в ряде формулы я пренебрегаю. Хотя, в некоторых случаях она будет важна, я говорю вся отдельно. Но здесь фактически имеется в виду плотность Та и налоговый температур. Да, так сказать, ну, что, так сказать, означает, что у вас мю в пределе влевых температур. Да, но там, когда будет не так, немного, я договорюсь, ладно? Вот. Еще мне хотелось что, а вот если у нас есть ток проводящий, ну, как-то эта формула нет тока. Ну, так сказать, значит, ну, в рамках тех движений, которые здесь оговорены, это близость к критической температуре, подавление к критической температуре, подавление, так сказать, щелевой особенности, то есть бещеревой предел, и медленные пространства ингредиенты, достаточно медленные пространства ингредиенты, то нет. Вот такая штука. Но о том, что вот эта гамма, на нее может влиять само устройство Си, вот это верно. И мы чуть позже это увидим. Чуть позже, я вам покажу. Действительно, это правильно. Микрослав Сергеевич, а можно вопрос? Да, Микрослав Сергеевич, я слушаю. Ну, вот уравнение Гензбурга-Ландау было получено Горьковым из микроскопики. Да. А не стационарное Гензбург-Ландау из микроскопики кто-нибудь получал? А я фактически вот и сказал, что вот Шмидт, так сказать, она из работы. Там же должно быть затухание Ландау или что-то в этом духе. Нет, 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 это не совсем все-таки плохо. Но давайте я немножко продвинусь, как бы, мы потом микроскоп можем еще отдельно обсудить, потому что иначе я не дойду до церкви своего сообщения. Это довольно-таки общежитная тема, поэтому я хочу чуть-чуть продвинуться. А продвинуться я хочу с следующим соображением. Может, смешать все? Пусть будет и то, и то. Пускай будет и релаксация, и смесь такая будет. То есть на самом деле есть только близкого гамма. Но есть такая довольно-таки старая работа Китаяевского, которая относится к сути пучечки. Но посмотрите на это уравнение, оно вроде как Шеннингерское, но на самом деле нет. Потому что сюда за счет нормальных, за счет несконденцированных частиц, добавлен член, который делает правую часть нермитовой. И там существует. И на самом деле, если вы посмотрите на эту штуку, то у них письма сходно сделать мнимый кэшцент. И это как бы просто уравнение на комплексе ничего делается. Поэтому это не так, но похоже на то. Поэтому на самом деле сходные идеи они не вскрытипучести выгадывались. Вот о том, чтобы все это делать мешать. Значит, ну давайте вот еще в истории. Из известных мне работ мне кажется, что вот такую смесь дата, то есть комплексность коэффициенте именно в контексте цирклогинности коэффициенте революционного цилия при ДПДТ высказали вот эти авторы и Бесава и Пуяна. Они на самом деле что они делали? Они метроскопически анализировали функционные поправки к эффекту холла выше критической температуры. Я еще буду про это останавливаться, там последствия было, так много очень хороших и важных работ в этом отношении. Но тем не менее, вот одна из первых работ, которая занималась этим вопросом, это вот это. Точнее, не это, а предшествующие они считали микроскопическим. А вот в этой работе что они сделали? Они сказали, что те объекты, которые мы можем с помощью диаграфа получить в функционном режиме выше критической температуры, эффект холла, они могут получить с помощью вот такого уравнения Гитлбург-Ван-Даму с комплексом константы гонсарства. И написали эту уравнение. Вот такой по-моему важный был шаг. Видите, они назвали where the character of the time dependent гимокландовой equation. Where the character это вот ИДПТТ. Вот это они имели в виду. Это не значит, что ДДППДТ квадрат. Вот. Вот такая вот шутка. Дата скетч. Ну, хорошо. Значит, я хотел бы немножко прокомментировать вот этот вопрос введения моего чести в константу револоксации, а попутки ее еще вынесите из нее формулу. И очень простые и весьма наивные соображения. Поэтому, когда я буду говорить, я с вами это уплажу, но вы сильно меня не убиваете. Сильно, не надо убивать. Поскольку то, что я буду видеть, не импеллирует к настоящему истинной микротеории. Но, тем не менее, вот посмотрите. Вот давайте предположим, что вот у этой гаммы есть некоторая мнимая часть гамма-маги. Значит, а волновая функция в результате приобретет некоторый фазовый фактор. Посмотрите, да? Некоторые фазовые факторы, которые будут связаны с этой гамма-маги. Мы можем это понимать как стандартную зависимость от энергии фазы уравнения член. Значит, тогда мы можем думать, что член, связанный с этой гаммой, кстати, вот здесь неправильно написал, прошу прощения, правильный вид вот здесь. Здесь я просто неправильно набрал. Значит, вот правильный вид энергии. Но это просто получается путем сравнения членов гамма-дпдт и а-маленькая. Да, так сказать, с а-маленьким на пси. Вот адекватная энергия будет вот такой, да? Из этой фирмологической константы гамма. А что такое энергия конденсатора? На самом деле можно легко понять, что это должно быть дельта-квадрат поделить на эффект. Почему? Потому что энергия, вот у вас заспаривание ответственное электронное, которое в густом, поле, вокруг пояса с эффектом. Это с эффектом. получилось путем введения фирмологических констант гамма, ну и аналогии с уравнением шедневника. Я мгновенно получаю выражение для этой гаммы маленькое. Вот тут я подсуетился. И что я получил? Я получил, что мнимая часть гаммы относится к реальной части гаммы как дельта-квадрат. Обычно в подавляющей большинстве церковников это практически несуществующая тельна. Она страшно мала. Безумно. И поэтому может быть с точки зрения экспериментальной эффекты, связанные с этой нимой частью гамма, они долгое время оставались в тени. Однако с появлением сначала высоких ручных убратов, потом железных сверхуников, у нас появились в руках системы, в которых отношения к дельтике эфирме может быть совсем не так малым. А вот какое-то она имеет отношение к базовному химпотенциалу. Если мы рассмотрим только куберовские пары, без электронов, они взаимодействуют, у них какой-то будет химпотенциал положительный за счет того, что отталкивающее взаимодействие и пропорциональный к числу. И вот тут у вас тоже величина пропорциональная к числу получается я не знаю там константы те или не те. Я думаю, что я могу ответить на ваш вопрос путем показа следующего слайда. Сейчас, секунду. К этому есть еще? Нет, все, поехали. А вот ну знаете, да, то есть сейчас, извините, то есть мы как бы уже достигли, мы формул получили, да, для применения участия, уже неплохо, да? Ну вот, а так сказать, а вот дальше, вот позднее, несколько, это уже 70-е годы, это годы 90-е, а появились рассуждения, которые близки к тому вопросу, который Алексей задает, и на самом деле близки к некоторым дополнительным соображениям калибручной вариантности. Я вот это написал, может, неуклюже, мог гать инвалидность. Еще немножко калибручной вариантности добавим, да? Значит, и вот эти идеи были выставлены в той или иной форме вот двух работах, да, так сказать, Аронова-Рапопорта, а также Аронова-Хикани и Лаппина, да, так сказать, и очень хорошо они изложены в гиганты. Аронова-Рапопорта, там очень ясно эти идеи написаны. Вот о чем это речь? Давайте вернемся к уравнению действительной констанции гамма-0 ее обозначили. Она действительная, да? Но теперь давайте сделаем следующий фитушарь. Вспомним, что вот это А маленькое, оно зависит от критической температуры, которая зависит от мю. Вот здесь мне важно, что это мю. Понимаете? Вот здесь мне важно, что это мю. И дальше я могу вспомнить о том, что к мю мне надо добавлять потенциал. И я могу разложить, взять разложение для вот этого А в ряд кейлора вот этой добавки к химическому потенциалу. Вы в этом вспомните это бритбол, потому что вы спрашиваете, Алексей. Значит, и дальше вот это написано, выражено через производную ДТТ поднимем. Да, так сказать. И смотрите, появляется, теперь перекидываю в левую часть, и у меня появляется в левой части вот такой член с электрохимпотенциалом. Теперь мы можем вспомнить, ребята, вы можете электрохимпотенциал идти один. Он должен идти беззадь с ДТТ. Да, так сказать. Это как раньше мы говорили, что ДТТ не может идти без электрохимпотенциала, истребованный калиброчный ряд, так и наоборот вверх. И поэтому мы здесь восстанавливаем благополучным образом еще ДТТ, удлиняя на этот раз ферк. Да, так сказать, как бы. А и в результате вы получаете уравнение с комплексной гаммой. Да, так сказать, это прямо отсюда видно, да, так сказать, мгновенно, с комплексной гаммой. И поскольку здесь тебя ставят И на Ф, вы получаете всегда действительную часть, так как это написано здесь. Ну, вот это альтернативный какой-то вариант вывода, да, так сказать, такого ручного. Это не микроскопический кейс-бод, но он ручной. Ну, это, кстати, правильный ответ, более правильный, чем цепь предыдущего снипления, которое я говорил до этого, с энергией, но порядок их тот же самый. Но вот такого срока возбуждения они дают вот что, смотрите, значит, вот этот коэффициент, мнимая часть вот этой гаммы, вот она здесь написана, она после некоторых упражнений с выражением БКШ для критической температуры дает, что вот этот коэффициент пропорционален производной плотности состояния по энергии. Это и есть вот это тертеки эфирный, понимаете, потому что это в обычном квадратичном спектре личина не маленькая. Да, так сказать, вот откуда растут ноги. Это тот же самый ответ, на самом деле, ну, с точечной пикселей, который можно получить. Вот, ну, хорошо, и, значит, вот эта мнимая часть гамма, как мы видим, связана такими разрушениями симметрии частиц ВК. Да, так сказать, ну, или по-другому с тем, что вот зависимость плотности состояния, энергии, она в районе эфирный, ну, или, ну, да, она практически константа, но немножко не константа, так сказать, вот это отсюда ноги доступны. Вот, ну, хорошо, давайте пойдем дальше. Значит, ну, вот эти вот соображения, они позволяют нам мгновенно написать такую последовательную двузыточную модель, которая включает в себя не сационарное уравнение типа гидмо-гуандау с комплексной гаммой, да, так сказать, а включает в себя вразминный ток, в который мы расширяем сверху, добавляем нормальный ток, который содержит член сигмы-е, но где сигма, учитывая то, что мы близи ТЦ, может быть взято практически проводимся в нормальном состоянии, да, так сказать, мы вблизи ТЦ находимся, и плюс колонский член, да, так сказать, там, где есть магнитное поле, в гигрях, там, или еще где-то, можно здесь просто как-то просуммировать, значит, во втором выводе эта комплексность гаммы, она взялась из температурной зависимости маленького А вблизи ТЦ. В зависимости ТЦ от химпотенциала. В зависимости ТЦ от химпотенциала. Вот отсюда она берется. Вот эта идеология вот... Но тоже вблизи ТЦ. Конечно, конечно, конечно. Но я хочу сказать, это выводится метроскопически. Но мне просто показалось, что лучше я разберу вот такие полукачественные выводы, тем больше, что они, на самом деле, глубокие соображения. Да, так сказать, и правильные. Поэтому вот так и с... Вы же скажете пару слов про микроскопический. Ну, мало. Уж простите меня. То есть, я правильно понимаю, что все то же самое можно получить, если взять действие, взять среднеполевое приближение, то посчитать, что дельта зависит от Р и Т, и потом сделать градиентное разложение. и помнить о том, что вы тем или иным способом должны сделать сверхпологик подавить особенность плотности для того, чтобы иметь разложение повременной вывода. А если я какую-то десипацию еще туда включу разложивший дальше, то это не способ... Да и что-то и дело, что там степенного ряда просто нет. Там корневая особенность плотности состояния. Там просто, это же на самом деле просто интегр ряда не понимаете. Поэтому тут такая заморозка. Ну давайте дальше. Это некая запутная модель простая, которую можно решать... Тут еще даже выражение для заряда написано. Ну вот так. Значит, теперь я хочу обратиться немножко к эксперименту. И почему все вот это до некоторых степей в 90-х годах раскрутилось? Почему все это раскрутилось? Значит, это история о смене знака где-то холод вблизи количественной температуры с накладающим переходом в РТСП. Здесь одна из экспериментальных работ, которая, смотрите, что показывает. Что вот у вас есть обычный РАТ-переход, да? Ну вот, вот сопротивление, оно, так сказать, обращается в ноль. Да, так сказать, это обычный рестивный переход. А холост напряжение, да, оно вблизи количественной температуры, вблизи этого вот перехода меняет знак. Вот так удивительное явление было наблюдено. Но я вот работал Артем и Нюра Латышева, да, замечательную Луну, она не единственная там одновременно внецах было, так сказать, Значит, это эффект обнаружен и последствий и даже до сих пор это очень много исследований. Очень интересное такое явление. Вот. Но вот как его объяснить, да? Значит, вот тут не видно в верхушке слайда, но я его почитаю. Значит, мнимая часть революционной константы ответственна за эффект холла вихревом состоянии. Вот что, значит, когда вы прикладываете магнитное поле к серпутнику, особенно вблизи клинической температуры, у вас фактически поле проникает в них вихрей. Это такие трубки магнитного потока с нормальной сердцевиной, несверховодящей и с таками утекающими вокруг. Вот, если вы прикладываете ток к этой системе вихрей, то они начинают ехать. Они движутся и движутся они одновременно. Вот стандартное движение устроено так. Вот здесь изображена вихрь, вот этот цилиндрик это вихрь. Да, сказать. Вот. И если у вас вот синенькие линии тока, то вихрь начинает двигаться перпендикулярно линиям тока. Это вязкое движение такое. Уравнение движения, ну, давайте прямо сразу я вам покажу, оно, грубо говоря, давайте мы выкинем пока этот второй член, оно устроено так, что это есть, куда у меня делается, это вязкий член, вязкость на скорость, равна так называемой силе Воренца. Это некое жаргонное название силы, действующие на вихрь в обтекающем токе. Да, так сказать, векторы произведения Z0 это Офи-Хля, а G это транспортный ток. Вот. Но вернемся к этой картинке. Вот обычно так, то есть вихрь движется перпендикулярно току, который обтекает, а электрическое поле, которое можно представить как вектор произведения среднего магнитного поля на скорость, оно соответственно будет направлено по току. Это законом. У вас G направлено так и поле Е направлено так. То есть просто диссипация обычно. Это то, как устроено появление диссипации в смешанном состоянии. Так вот, если вот это движение векря рассмотреть на основе выживательной модели, которую я показал раньше, вот уравнение гугландару с комплексом констант релаксации, то мы сейчас с вами поймем, что мнемая часть этой гаммы она обязана немедленно привести к измерению поведения векря. А именно векр должен вместо того, чтобы двигаться к перпендикулярному току, он должен им увлекаться. Понимаете? Это понятно почему. Все дело в том, что мы говорили про галилейскую реальности. Это и означает, что движущийся поток он должен двигаться с собой. Он едет вместе с ним. Да, так сказать. Но, конечно, учитывая то, что гамма имеет как мнимую, так и сеттую часть, это не есть движение векля чисто по потоку. На самом деле он движется по некоторому направлению, которое имеет и перпендикулярный поток составляющий, и параллельный. Да, так сказать. Вот параллельный поток составляющий, ну, тут процитировали работы, в которых, по-видиму, это на самом деле с первой его сделаны вот работа Дорсия и Николай Каласкин с Удорсией там пенсавтра будет. Черт, да, так сказать. Нехорошо, простите меня. Значит, вот, и значит, мы получаем соответственно уголовное движение хривой линии. Вы это скоро свихряют. Да, так сказать. Вязкий пищник, потом вот такой вот чел с вектором произведениям, и это все у вас все ловится. Если у вас вязкости нет, вот смотрите, вязкости нет, вы отсюда мгновенно получаете, что вы пропорционально ЖИ, скорость вихря поток, да, ну, и отсюда дальше вы можете получить квант поток, квант поток, перца на Е, это все подящие квант поток. Да, так сказать, и дальше получается, вот у вас, видите, материальная связь, да, так сказать, для вихревого состояния, да, что ЖИ равно Сигма Е, да, так сказать, Сигма вычисляется таким образом, и плюс вководский член, который тоже вычисляется. Значит, что он задел с этой квант-холоски? Он задел два клада. С одной стороны, у вас есть квант-холоский эффект для квант-частиц в коре, просто обычный, нормальный квант-частиц там есть, для них есть квант-холос. А еще есть квант-холос, связанный вот с этой мнимой частью константной релаксации. И в результате они могут конкурировать по знаку. Помните, там у меня ставил производные поток-систания по энергии, да, на уровне фермы. Знак ее зависит от деталей устройства, структуры зоны, правильно? От спектра зависит, да? И поэтому, в принципе, все может быть так устроено, так сказать, для достаточно сложного, так сказать, материала, в смысле зоны, что у вас будет такое изменение знака, так сказать. Вот такая была идея. Но это как бы не единственная такая физика, которая вокруг состоит, но по крайней мере в рамках того, что мы обсуждаем, это такой простейший вариант, который, в принципе, может помочь объяснять такие экспериментальные вещи. Но дальше я хотел вот что сказать. Важно вот что, что на самом деле вот эти все игры со сменой знака, эффекта холла, они происходят в бразипетических температурах. И поэтому, естественно, вывод следы вот этих эффектов, смены знака и изменения холлаского наблюдения поискать и в функционном режиме выше критической температуры. Не надо заключать только, если вы возьмете банальный вывод, поправка слома Заваркина в духе временного Гитлана-Ландау выше критической температуры, просто так, да, с использованием обычного временного Гитлана-Ландау выкидывается для эффектов холла-моли. Но, если вы возьмете комплексную... Хи Томпсон есть, что еще? Нет, но это продольные. Это все продольные. А вот, если вы учите, например, вот эту симметрию или тон-дерка, вы получите холла-холла-чай. Да, но как это делать? И вот здесь так. Поскольку у мультискредитической температуры берется уравнение линейризованное по кси, значит, член кубичный выкидывается, кси-молуи. И в правую часть вставляется лужиенская сила, для которой назначаются некоторые корреляторы. Слушайте, я, как-то, у меня тут главный звук, я не видно совершенно, это интересно. Надо подумать над шинтами. Да, так сказать, вот. А назначаются некоторые корреляторы и после этого вычисляются соответственно функционные поправки в голосовой части, проводимые в дегональной части и все так. Иначе, в результате, в результате, значит, были получены всякие замечательные выражения описания поведения функционных поправок и филхолла. Вот могу порекомендовать вот очень хороший обзор Андреева, у нас коллеги, да, так сказать, где вот эта история функционная часть очень хорошая в логу. Да, так сказать, как бы. Я не хочу дальше восстанавливать в логу. Время ее в гонять, я хочу видеть еще по-своему это довольно старое все вещи, да. Ну и в книжке, кстати, Варламу и Слатином, там тоже все хорошо как написано, да. Но вот в Афголе мне понравилось, там они компактно и очень ясно все предположили. Вот. Но небольшое суббирие, которое я в каком смысле анонсировал, заключается в том, что недостатки всей вообще этой истории, они касаются щелевого характера сверховодимости, которые мы тут в общем убили, честная бабушка, да. Но вот некое движение на этом пути, чтобы получить замкнуров равнения и стационарные параметры порядка, но в то же время не писать подлинной кинетической теории, да, так сказать, в кеоргарском варианте, чтобы этого не делать, оно было сделано вот с Китином, значит, с Афголе, да, так сказать, в первом году и уравнение соответствующее сип-полиментенов, да, так сказать, и вы видите, что оно тоже завершит себе члены линейные по производным пси-полиментенов, да, но времена релаксации, константы вот эти, которые, гамма, да, они начинают зависеть от самой пси. Хуже кого. Значит, времена релаксации для фазы и для модуля оказывается различные. То есть это очень достаточно такое мутное, не очень простое дело, да, так сказать, но тем не менее его можно решать и эффект его конечной щели видится. Значит, здесь при этом теория основана на том, что учитывается конечное время электронно-фоломной релаксации, вот эта гамма, это и есть обратное время электронно-фоломной релаксации, именно она обеспечивает такую бесчелевость, да, но в этом уравнение, если вы перейдете совсем без потенциала, то вот в этом корне вы сможете выкинуть вот эти пси, пренебречь вот этой штукой, и тогда вы, так сказать, получите то уравнение, которое я уже писал. Ну, а тут еще надо удлинить этим скалярным потенциалом, я его выкинул, ну, в общем, как обычно, правильно написать, да, вот такая вот штука. А вот я когда-то от Варламова слышал, что очень важная вещь это демю по денту, это химпотенциал, который можно определять разными способами, это температура. Вот, скажем, в эффекте пола часто половское там что-то, непроводимость, а половское напряжение, половское электрическое поле, оно оказывается пропорциональным вот этому демю по дт. И там в термол полуэффекте и как раз в флотенционных серпроводниках. А тут как-то нигде вот именно демю по декты не возникает. Потому что я не обсуждаю символитику вообще. То есть я как бы создать не тусыну объем материалов. Если бы я полез в термоэлектрику и поправки к нересту и так далее, ну разного типа термоэлектрическим коэффициентом, то тогда то, что вы говорите, заиграло бы. Ну просто уж извините. Я не подготовился. Ну конечно. Это правильно. Ну вот. А вот последние годы тут как-то мне казалось, что это все померло, да? С этой мнимой константой, так сказать, мимочайственной. Ну в том, что больно они разбрались и неплохо разбрались. Вот. Но в последнем веке имело место некое развитие вот этого дела. И вот какую спору. Вот смотрите. А идея заключается вот в чем. Раз вы делаете уравнение некой примеси, как бы Шеллингер, то есть вы немножко, очень немножко, но восстанавливаете гидродинамику, то у вас появляется эффект холм. Помните мы в самом начале уравнение писали Ньютона, да, фактически? Там появляется сила Лолеса. И тогда вы можете рассчитывать на то, что называется фотонный драк. И в частности фотонный драк и вот пример работ, которые рассчитывали во флукторном режиме, все опять начинается с флукторного режима, рассчитывали этот фотонный драк, она значит этот работ Болева с Ковалевым, но с Ковалевым вот эта работа по второй гармонике, да, так сказать, как бы, соответственно, деситок при наклоне поливии волны может возникать, да, так сказать, в тонном режиме выше спец, ну и соответственно, так сказать, значит, она гармоника, да, вот так вот работа. А, так сказать, вот другое развитие, которое вот я хотел тоже в оставшееся небольшое время вам упомянуть, это вот мы делали с коллегами, да, так сказать, вот с Сашей Медяным, с Сережей Мировным и рядом, так сказать, других товарищей, да, и это развитие относится к передаче при фотонном драге по элипусу хотите передать, да, так сказать, а может еще моменты попытаться передать, то есть что будет, если мы светим на светлогике циркулярную галлюзованную волну, так сказать, и можем ли мы в этом случае там породить магнитный момент, да, так сказать, то есть обратный эффект Франдей. Значит, вот несколько слов, давайте я про это скажу. Ну, вообще понятно, что раз мы договорили то есть это холод, да, вот тут опять эту замечательную формулу повторил со связью с Е, да, так сказать, то это означает, что здесь будет эффект Франдей в этих сверках, в этих сверках, да, ну, и, так сказать, собственно, вот такого сорта эффекта вот Франдейскому вращению, да, так сказать, получающего в результате ВТСП ряд экспериментальных работ был посвящен, да, там были эксперименты, которые старались вот такую вот магнитоптику измерить, да, так сказать, фактически. Вот, и смотрите, никакой эффект невелик в силу тех обстоятельств, которые мы уже определили, да, но тем не менее. Ну, вот я, видите, вот вам Франдей с его цитатой еще поместил, да, так сказать, он умудрился осветить линию магнитного поля, да, так сказать, и на магнитный свет, так вот, молодец, замечательно. Ну, вот, значит, несколько почек, вообще сильную почек, сто лет, да, так сказать, к ритаинскому был предсказан теоретически обратный эффект Франдей, да, так сказать, ну, и вот это некоторые известные формулы, которые вы можете найти в курсе Ландау Левшица, да, так сказать, вот. А, значит, что будет в металлах? Вообще, в обычных металлах, не сверхуходящих металлов, да, так сказать, но вот тут, на самом деле, все очень похоже на плазму, да, так сказать, поэтому были плазмные работы на этот счет, но я тут цитирую вот работу Кертеля, который, конечно, существует более позднее, это уже 2000-е годы, да, но который фактически разобрал вот этот эффект в контексте металла, да, и Франдей включается вот в чем, что, скажем, мы разматриваем волос, поворачивающиеся в направлении поля Е, да, так сказать, вращающиеся подпись образца, и тогда у нас, так сказать, на краю образца возникает некое изменение концентрации, на результате того, что у вас линия Е упирается, значит, в крае, да, так сказать, и дальше вращаются, да, возникает некая модуляция концентрации, ну, и, соответственно, модуляция спорности В, рассчитывая все это дело более-менее петро и труда, да, так сказать, вы можете получить некий ненуевой средний ток, который будет течь под дериметр процесса, только, да, ну, а это означает, что у вас есть момент, и он будет пропорциально некоему произведению, вот Е, наиспризованное, да, так сказать, в комплексных амплитудах, вот как здесь нарисовано, да, так сказать, ну, и, собственно, это и есть обратные фразы. Вот, ну, тут, поскольку времени мало, я пропущу технические детали, что мы можем ожидать в техподниках? В техподниках мы можем ожидать, что в дополнение вот этим эффектом, связанным с движением нормальной частиц, у вас появится нечетко-разный стиль ток, если мы едем параметры порядка, да, то есть, надо вспомнить, что вот в этом ядре, связывающем ток вектор и потенциал, да, есть еще кроме концентрации электронной, да, то, что мы учили, как бы, да, даже ущербкали, да, есть еще дельта, да, ну и вот занимаясь динамика вы можете претендовать на то, чтобы получить некую температурно зависящую поправку к обраку кутифраде связанную с конденсатом. Ну, а дальше, значит, что мы делали? Дальше мы взяли не самые ошибки, но предсказуемо, если гамма действительно эффект пропал, вот это не появился. Почему? Ну, просто, если говорить технически, то, если мы рассмотрим линейализованные моды для модулей фазы параметры порядка, они вот поставлены так, дельта-1 это поправка к модулю, а хи это фаза, да, то они рассыпятся для действительной константы релаксации. Уравнения для линейализованных поправок они развалятся. И это означает, что у вас нет никаких шансов нацепить эти вклады в институтонарные модули и фазы так, чтобы получить детектирование выражения для сверхтока. Смотрите, сверхток это есть квадрат-модуль параметр порядка умножить до градиента фазы. Вам нужно фактически их зацепление получить, чтобы получить член второго порядка по полю, да, а так это не получится. Но, с другой стороны, после того, как мы сделали комплексов, да, так сказать, это констант релаксации, уравнение групповой шмот не сцепились, да, так сказать, как бы, и возникла соответствующая связь и детектирование, да, так сказать, вот такая вот штука. Но дело идет к концу, у меня там три-четыре минуты, да, так сказать, значит, вот, мы выполнили эти расчеты в свое время, ну, сейчас некое развитие мы делаем, да, для диска, да, например, да, так сказать, как бы, вот такой аналитический, фактически, да, так сказать, используем вот таких временных уравнителей углодал с минимой частью константы релаксации, которая здесь красным цветом даже выделена, вот она, и гамма, да, так сказать, вот, ну, и, значит, так сказать, вычислили обратно эти франты, да, так сказать, знаете, я пропущу вот эти вот все циркулические детали. Скажите, пожалуйста, вот этот самый диск, он у вас освещается циркулярно-поляризованным светом однородно или есть какая-то пространственная неоднородность? Здесь это важный вопрос и дело даже еще более серьезное. Но не однород, как бы мы понимаем, что это однородно, поэтому здесь молитва. То есть мы считаем, что длины волн большие, посмотрите, и все такое. Однако здесь вот что-то есть важно очень. Дело в том, что даже если это так, есть еще вопрос о том, как внешнее поле волны далеко связано с тем полем, которое это вопрос решения линейной задачи. Какой-то может возникать, наверное. Конечно, да, вот это вот крять вот этих задач это есть некая отдельная песня, в которую мы, я не могу сказать, что мы очень хорошо в этом разобрались, мы просто написали некие банальные формулы такого с этим основанием Паркера, которые есть. Но тут еще, наверное, есть о чем подумать в плане эктодинафики. Мне просто казалось, что если диск был бы достаточно большим по сравнению с длинной волны и был бы радиальный градиент, ну, скажем, интенсивности этого света, тогда получился бы, наверное, эффект карбина, эффект пола в диаметрии карбина, когда у вас есть и магнитное поле, и градиент, который эквивалентен, наверное, электрическому. И вот тут может быть. Это интересно. Мне кажется, вот, может, я ошибаюсь, но тому, что вы говорите, может, мыть отношение в следующий момент. Вот сейчас мы посмотрели только такое тупое однородное вращение поляризации, да? А на самом деле можно туда запустить так называемый ключок лагера Гаусса. А и тогда вот эта пространственная зависимость поля, она будет уж точно. И может быть, там может быть, что-то такое наиграть. в мете. То есть сподные дети должны идти так. Я еще хотел сказать, что вот эта вот часть Е-крест или Д-крест со звездочкой, что если у вас поле затухает экспоненциально от границы, то есть если поле не плоское, оно экспоненциально, я так понимаю, что я не знаю, что в роднике оно тонкое. Это хорошо, потому что она затухает экспоненциально, у вас такая наклеенная падение наклона, это у вас трансферс и лонгитудинал, в общем, у вас все равно возникает Е-крест на Е-со-звездочке даже в линейной поляризации. Это называется поперечный обратный магнитооптический эффект. У вас есть задержка по фазе между двумя компонентами электрического поля, поперек границы и вдоль границ. И это тоже наблюдается в магнетиках. То есть у плазмона, например, у него есть вот эта компонента спинного углового момента, которая направлена в перпендикулярное его движение. Не по, как у циркулярного поля, а перпендикулярное. Хорошо, спасибо. Можно продолжить. Мне это интересно, ваше замечание. Спасибо. Вот. Но давайте я уж как бы поскольку время почти к концу подошло, я, так сказать, не завершающие слова хотел, сказать, пропустить большую часть формулы. Да, так сказать, вот тут вот я хотел остановиться в заключении в таком смысле. На самом деле ладно бы это был маленький, а проблема с центральным наблюдением всей этой штуки заключается в том, что вы не можете работать в унитуренном режиме, потому что у вас появится разогревка, да, так сказать, и вы погубите сверхуладимость на корню. Поэтому вы можете работать только в вымусе. А в вымусе проблема заключается в том, что вы не просто рем, но вам надо померить, а за короткие время, потому что он в дом. Вы выключили циркулярную полиализацию и ничего нет, да? Поэтому знаете, что было бы хорошо от сверхуладника, что было бы хорошо ожидать? Если бы этим импусом циркулярным полиализолом мы могли бы так закрутить всю эту историю, чтобы у меня туда вихрь вошел, потому что если войдет вихрь и там останется, то это будет вечный ток, да, так сказать, ну или почти вечный, да? И его то уж мы точно найдем экспериментально. А с другой стороны слабые токи плохо создают ликвей. И поэтому значит мы придумали следующий ход, да, так сказать, как бы теоретический пока, да? Ход заключается в том, что давайте мы вихрь просто так, без вот этой циркулярной волны. А известно вот что, что если вы достаточно быстро охлаждаетесь вихрь, то у вас он не просто охлаждается, приходя в однородное состояние, да, с однородным конденсатом, а появляются такие вихри, 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 если вы достаточно быстро это делаете. Это называется механизм гиблозурика в порождении партии вихрь. И вот если вы делаете такое быстрое вихрь, например, мощным плазером вы выключились, восстанавливались, и при этом он сладит на циркулярную полудовую волну. Тогда вы можете этим током вихренте вихри разделить. Понимаете? И выгнать неправильную полярность завихренности, а правильную оставить. И вот тогда вы сможете видеть долгосрочный эффект, обратный эффект вихренне. Но и для того, чтобы продемонстрировать модельно, мы рассмотрели чистую симуляцию вот такого уравнения с комплектом релаксации и добавили случайную силу. Ну и увидели действительно, что это такая картинка предполагаемого эксперимента. Увидели, что количество вихрей, которые остаются после такого процесса, она чувствительна к вращению вектору Е-Валду. То есть знак сиркулярной полярности. Ну и таким образом можно попытаться экспериментально наблюдать. Ну, я закончил, и время закончилось. Значит, я постарался уложить, значит, что вы только. Вот смотрите, не знаю свою малость. Монима часть константы релаксации по времену уровня может быть весьма важна. А кроме того, в некоторых случаях она еще может идти немала. Там, например, в железных церквях, на основе железа, там сейчас они говорят, что вообще практически это отношение, по сути, это церковь эфир в порядке единицы. Вот. Значит, для чего это важно? Ну, для всего-то холст-эффектов. Дай посмотреть. Значит, для динамики эфири. Дай посмотреть. Ну и наконец, для неименения эти вопросы, которые с этим связаны, они, вот, сейчас мы тоже нашли. Спасибо. Спасибо. Вопросы? А вопрос можно из зума? Давайте. Александр Сергеевич, здравствуйте, это Вадим. Да, да. А у меня два небольших вопроса. Первый вопрос касается вот этой внимой части, которая связана с асимметрией электронной дырочной. Если сверхпроводник очень сильно грязный, то она начнет зависеть от концентрации примеси это гамма или еще от чего-то. Ну, грязный в том смысле, что Тау примесная на Дельта много меньше единиц. Ну, вот, так сказать, я вам так скажу. До тех пор, пока, так сказать, все-таки это, так сказать, длина салона пробега достаточно большая по сравнению, так сказать, с товарными масштабами, то есть, чтобы не переходить к локализационным каким-то эффектам, да, то у вас фактически плотность состояния, она слабо чувствительная к укорачиванию длины свободного пробега. Поэтому на скидку кажется, что вот те рассуждения, которые я сказал про зависимость плотности состояния энергии, они вроде как нечувствительны в этом режиме, в этом обстоятельстве, но с другой стороны, мне бы надо подумать вашим вопросом вводить. Я должен будет выжать, я не готов сейчас так уверенно сказать, что это зависит не будет совсем. Я понял, да, а второй вопрос у меня такой образовательный для меня, а вот Гинсбург-Лантау, который пишется, важна ли здесь размерность, то есть если мы перейдем к одномерным сверхпроводникам, там же какие-то новые явления типа проскальзывания фазы возникают, там что-то все принципиально меняется, или как-то качественно все можно писать для одномерия? Но смотрите, тут как бы в этом вопросе я как бы усматриваю несколько частей, да, но во-первых ясно, что при изменении размерности сам спектр и плотность состояния они чувствительны к этому строительству, да, и поэтому в принципе вот эти соображения с ним часть константы релаксации и так далее, электронный дырочный дырк асиметрия они чувствительны, к изменению размеров тебе дырков но даже если мы не доходим до такого сорта вещей а например ограничиваемся ситуацией когда ну например квазер наверное квазер в полотники то есть грубо говоря это вопрос о том когда те или размеры не с равных верных как-то сближаются а с герой герой то там вот что там все эти функционные поправки они чувствительны к размерности температурной зависимости и активности бригитической температуры которые связаны вот с этими в том числе с мнимой частью константной локсации они чувствительны к размеру системы спасибо спасибо вам рад вас слышать что имеется ввиду по созданию бесчелевого сверхпроводника то есть что творить чтобы такое сделать это просто это можно делать на вся какие-то примеси или что-то меняя в самом материале или как ну вот смотрите давайте начнем с примеси да вот если у вас примеси обычные да так сказать обычные в том смысле что не магнитные но магнитные это и варианты снаружи да тогда у вас дарится щель вот если они не магнитные то тогда есть так известная знаменитая телеманда который говорит о том что если вы не совсем подходите к локализационной такой ситуации да к режиму локализации то у вас фактически ТЦ щель они нечутвительные к дельце да нечутвительных беспорядков да так сказать там правда всякие вещи типа лекогерентости и лондонская они чувствительные но вот такие вот базовые терминчики характеристики как щель они остаются в покое поэтому так вы не сработаете но с другой стороны вот так вот в другом например работе вот этой вот столицы краберных компаний вы в принципе можете вводя ну реально существующее учитывая электрофолуэр-локсенсию да так сказать и размытие соответственно особенностей вот этой щелевод вы можете перейти к гусиневому пределу ну и приблизиться к нему что вам позволит может быть не написать прямо такого уравнения как вот с самого начала показывал но чуть более сложное которое я показывал по почте спасибо ну вот такая ситуация в принципе понимаете вот я хотел бы еще отметить с вашим и другими вопросами понимаете какая штука ведь вот колоссальный выигрыш своей точки зрения понимания ситуации в рамках временного рамки гугландала он заключается в том что даже если вы используете его иногда в некоторых делах именинности то он может указать правильные фишки которые вам надо искать последовательной микротеории вы просто это помощь вам угадать что у вас должно быть вы потом должны считать правильно и это верно никто с этим не спорят но какие-то общие вещи если вы в рамках такой простой сравнительно простой теории получаете то это уже хорошо можно еще вопрос потому что он такой наивный я как уравнение и мы его обобщаем пытались написать что-то нестанемное но казалось бы не просто первопроизводное вставлять и смотреть можно быть больше производными конечно но больше так делается если вы понимаете такая штука на самом деле у вас есть последовательные микроскопические уравнения на функции нормальные аномальные то что вы хотите сделать вы хотите получить некий запах уравнения на дельта которое есть в определенных значениях аномальные функции в соответствии с ансфонсованием вы хотите написать некий тонарный вариант это возможно далеко не всегда то есть трогая вы имеете некую специальную картинку которую свести разложение по младшим производным можно далеко не всегда и это можно и нужно делать просто вот такая картина она во первых в некоторых случаях может быть точно получена выведена а в тех случаях когда даже она может быть неправильная строго ее указания они полезны потому что они вам помогут искать решение более сложных уровней правильный я понял из того что вы сейчас сказали что утверждение состоит не в том что если стать эффективную теорию то она не должна быть теория которая зависит от времени не всегда будет сводиться к и казалось вот это уровень должна описывать как у нее появляются конденсат и все я правильно понимаю я кстати вот скажу напоминается рассказ Варламова Андрея про то как они с Ларкиным вот эту книжку свою они прописали про фунтуации сводоподящие а он говорит что Ларкин он в какой-то момент ему говорит слушай давай-ка мы это тоже получим в рамках временного Гиза Гландала ну а что тут вот как бы вот есть метроскопич давай мы получим Гиза Гландала и это получим давай все вообще получим не все можно получить временным Гиза Гландала это правильно но если то что можно получить и видите это полезно это это просто очень полезно даже для понимания микроскопич вот что я хотел вам сказать я думаю что правильно переход через фазовый то есть это как называется неодиабатический переход через фазовый переход наверное сложно будет гейнсбурган ландал там же всякий скеймер сутрик да опять-таки понимаете тем не менее тем не менее тем не менее только видно это получается дальше вы можете сказать а вот если я возьму такие вот реальные цифры для вот конкретного эксперимента это слишком быстро хорошо ну понимаете ну вот вы начали с того что тут много полиритонщиков полезно узнать потому что происходит в сверхпроводнике но в самом деле значит в полиритонах ситуация похожая но там рабочей лошади является завидающей от времени уравнения Гросса Петальевского которые еще пишут разные неэрмитовые члены описывая там взаимодействие с резервуаром дисципацию и так далее так что фактически можно это свести наверное как к вещественному но как и к мнимому члену в левой части в гамме вот другое дело что значит еще была попытка просто непосредственно писать уравнение вот Ландау Халатникова или Шмидта по-моему Юра Рубой это делал когда-то и пытался описывать таким образом релаксацию конденсата в какой-то ловушке но потом почему-то общественность не пошла по этому пути и предпочитает писать гроз питание с каким-то кинетическим уравнением для резервуара но вот член описывающий связь этих двух он как раз является неермитовым в общем случае и описывает описывает в том числе релаксацию так что в принципе как-то теоретическая мысль в эту сторону тоже движется по релитону хотя конечно существенное отличие двух систем состоит в том что в релитонах нету вот этой перенормировки с появлением вектор потенциала поскольку они электрически нейтральны смотрите а вот это есть вот это я сейчас не про текущий скин смотрите здесь вот и д д а значит д обычный OPCR он не удлинен заметьте никаким вектором потенциалом это в смысле незараженное а дальше есть член нейромитуры вот он содержит нечто вроде вектором потенциала с чем это связано это фактически связано с тем что у вас с нейротекучей скорость будет комбинацией со скоростью нормальных частиц то есть это ВС минус ВН в квадрате как бы и это взаимодействие как бы именно нестанденсированными частицами и это не эрмитовость вот не нечто похожее ну вы знаете вот во-первых тут конечно Ангон наверное главный эксперт я знаю только одну работу прошу прощения мою собственную про драк эффект значит между сверхтекучим полиуретонным конденсатом и резервуаром которым есть какой-то волновой вектор вот выясняет там был эксперимент американский которым наблюдался драк и вот что такое откуда он может взяться и вот этот самый драк он у нас феноменологически описывался примерно таким это вязкость какая-то это на самом деле тоже в этот коэффициент перейдут он пропорцион квадрату относительной скорости конечно конечно но это как бы я просто линейного по разности скорости нет потому что должно быть не должно зависеть направление и сидеть спецусилий как ну вот не знаю я бы не так сформулировал я не думаю что те кто занимается квалифорным предприцателем будут все полезно узнать как плотника я бы сказал другого мне было бы интересно узнать как плотника так что вот так это вообще я думаю что и тем и другим было бы очень полезно тем более что сейчас у нас разворачивается деятельность по всяким кубитам и вот сверхпроводящие кубиты там тоже немного вопросов наивности у меня возникает они вообще пренебрегают всякой диссипацией то есть они открещиваются от этого мнимого члена потенциально говорят что они сильно ниже критической температуры работают но с другой стороны у них там есть и ток и джозефтоновские переходы мне кажется что в такой ситуации в общем может возникать диссипация так чисто интуитивно вот ну а у нас наоборот нас клюют эти сверхпроводящие квантовые компьютерщики за то то что ну у вас диссипация вообще ее очень много свет выходит вот эта диссипация вот хотя это на мой взгляд не совсем не совсем то то есть одно дело энергетическая релаксация другое дело излучение налкотонов которые действительно существуют при релаксации всегда энергетическая релаксация с ней можно бороться для меня вот ну в моем примитивном понимании вот как бы то что я не понимаю в вариантах каких-то называемых кубитов на пакетонах это вот что я не очень понимаю какой фанаволь там того что вот в сверхпроводящих кубитах есть в космосе эффект потому что вот ведь существенным элементом кубита на сверхпроводниках является то обстоятельство что у вас не совсем минфин потому что фаза считается величиной фруктурирующей и за счет большой кулонской энергии и малой емкости у вас возникает некое коммунационное соотношение на заряд фазу которая и дает вот тот самую кулонтовую механическую систему там которая потом в тех иных вариантов кубит и там просветает а вот с точки зрения пакетона я понимаю что там тоже не совсем средний поле но что там должно играть роль вот этого емкостного емкостной энергии вот этой кулонской энергии который будет ну мне кажется тут как раз прямая аналогия потому что в сверху уровень заряд определяется число куберовских фаз ну а эквивалентная величина полиэлитонов конденсации число полиэлитонов у них нет заряда но число это тоже комплексно сопряжено с фазой как заряд это правильно вопрос заключается в том что для того чтобы конструировать некоторую систему вам нужно фактически аналог вот этой энергии которая бы давала уравнение в потенциале какого-то то есть нужно и п квадрат и х квадрат ну я грубо так говорю и так сказать сверху плодящих вариантов я понимаю я не понимаю это не значит этого нет так сказать сверху плодящих вариантов я вроде понимаю что там малая емкость это диспетч вот такую ситуацию а как что отвечает какие параметры вот в варианте полиэлитонов я просто не чувствую я как бы буду признателен если кто-то поднестит я буду управлять это вопрос откуда берется какой-то эффективный потенциал к которому возникает квантование вот этого объекта как целого в конечном счете нам нужен какой-то дискретный спектр и в нем выбираются два уровня на них делается кубин но вот в полиэлитонах один из сценариев хорошее квантовое число это топологический заряд если у вас есть там полиэлитонный вихрь вот у него может быть топологическое один минус один два как угодно на вихревых решениях и дальше можно там говорить по энергии расщеплять развлекать это все подается некому ну хорошо ну конечно с верху никак все это началось уже давно поэтому они очень сильно продлились вперед а у нас все это еще так очень свежее поэтому значит что еще много что понять это хорошо ну что коллеги есть еще желающие сказать тогда давайте поблагодарим еще раз доклад следующий раз у нас подакт Максим Горлач из Итмо с каким-то очень интересным докладом вот